По многочисленным просьбам наших подписчиков сегодня мы прошлись по набережной, посмотрели, как здесь ведется благоустройство. Можем вам сказать, что работы ведутся и по словам самих работников, они будут завершены в течение месяца. Но учитывая фронт работ, который предстоит сделать, в это, честно говоря, слабо верится. Обратите внимание, что сейчас время половина двенадцатого, а туалет написано, что работает с 11 часов утра, но дверь закрыта и вы туда не попадете. Очень хорошо, это не купаться замечательно и водочистая, пляж хороший, только если мы убирали каждый день, почему-то пробежаться с мешочком и не навести. Это все хорошо, там вот такие речные панчики, посиделки вечерних, молодых людей, даже ничего не убирается. Что радует, лавочки больше вандалы утащить не смогут, однако появилась другая проблема. Горожане, наши горожане ломают эти лавочки. Что касается пирса, то здесь висит табличка, где указано, что в данный момент ведутся ремонтные работы, поэтому нахождение на пирсе временно запрещено. Однако, рабочего здесь не видно, зато горожане, несмотря на запрет, продолжают сюда ходить. Мне нравится, что здесь все так изменилось, здесь все красиво, люди ходят, удобно на велосипедах, машины проезжают, люди в игол играют, качаются, тренируются. То, что не нравится, там, например, в той стороне там еще дорогу не сделали, вон стой, то, что люди мусорят, это меня очень бесит на самом деле. И потом еще жалуются, что никто не убирает, а я вот бегаю утром и тренируюсь. Надежность конструкции футбольного поля тоже вызывает очень много сомнений. Вся она держится на честном слове и скреплена бездельно. Некоторые конструкции даже слетели, и некоторые болтаются. По периметру футбольного поля очень много мусора, но в этом виноваты уже сами горожане. Очень много обращений от наших подписчиков по поводу работы батута. Но вот сейчас время полдринадцатого, батут мы видим не работает. Что касается надежности, то она сомнений не вызывает. По словам главного санитарного врача региона, смотря на то, что батут расположен на открытом воздухе, работать он тоже не должен. Ваня, у меня двое деток, мы здесь очень часто пуляем, но на новую набережную пришли впервые. Так как у меня очень маленький ребенок, то, конечно, мы с коляской. Я скажу вам сразу, мамы с колясками здесь очень тяжело проехать. Хорошо, что со мной пришла сестренка, и мы коляску просто пищили, можно сказать, на руках. Ну и, конечно же, не везде проедешь, потому что не везде лежит еще асфальт. В общем, много всего неудобств. И очень грязно, смотря на чуваки, конечно, за чистотой, за порядком. Ну и ветрено, но от этого никуда не денешься, это природные условия. Так, в принципе, неплохо, но, конечно, мне доработок еще очень много. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это дорога, которая ведет ко второму пирсу. Но пока она вся находится в каком-то раскрученном состоянии. Однако, по словам одного из рабочих, асфальт здесь можно положить за один день. Но, честно говоря, об это слабо верится, потому что все-таки дорогу нужно привезти еще в какое-то соответствие, прежде чем ложить асфальт. Ясно, второй пирс есть, но дороги для него почему-то нет. И вообще, в принципе, сама конструкция пирса тоже вызывает очень большие сомнения, потому что она наклонена вперед, и поэтому находиться здесь небезопасно. Здесь, конечно же, есть объявление, что находиться на этой пирсе нельзя, но, в принципе, люди сами сюда не доходят, я думаю, ввиду того, что просто пока нет благоустройства. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот еще один из туалетов, который тоже не работает. И посмотрите, что с ним стало. Ручку вырвали с мясом, а саму дверь, судя по всему, тут, видимо, пинали. В общем-то, так хотелось попасть внутрь. И вот еще что, если вы пойдете в жару гулять на набережной, то позаботитесь о том, чтобы с вами была вода, потому что все точки здесь закрыты, а та, что работает, в общем-то, вода в ней стоит 250 тенге. А как вы понимаете, это грабеж средь белой деревни. Горожане очень радуются тому, как сейчас преобразилась набережная. Здесь можно и отдохнуть, и покупаться, но вот единственное, что омрачает отдых, это наличие мусора. Но это уже на совести самих жителей города. Будьте так добры, если вы здесь отдохнули, уберите за собой, не загрязняйте то место, которое вам так полюбилось, понравилось.